ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Я хочу вспомнить опять старинную музыку, старинную музыку. Многие еще не родились, когда эти классинки выходили. Это я не про Джона Леннона, которого я безмерно люблю, а про группу КАЭС. Про второй альбом группы КАЭС, который вышел в 1992 году. Представляете, какая старина. Какая старина. Это Blood for the Red Sun, называется пластинка. Замечательные музыканты Джон Гарсия, вокал. Бранд Бьорк, прекрасный барабанщик. У него есть его сольный альбом, я про него расскажу отдельно. У него не один сольный альбом, у него достаточно много. Он поназаписывал всего. Николе Вери, бас-гитара. Это последний альбом, на котором играл Николе Вери. Потом он ушел, пришел другой. И один из моих любимейших артистов, любимейших гитаристов, любимейших певцов и композиторов. Это Джошуа Оум. Не поверите. Как много у меня любимых гитаристов и любимых певцов. Про Джошуа Оум один человек, не помню кто, но какой-то серьезный музыкант сказал, что Джошуа Оум – это один из немногих музыкантов в рок-музыке, который по-настоящему умеет играть на гитаре. Я, кстати говоря, разделяю это мнение, потому что Джошуа Оум кажется так, что играет мало, не играет быстрых пассажей, быстрых проходов, но играет так точно, так на месте, так звучит, так мощно, что его переиграть не знаю, кто способен. Ну, другое дело, что он сам сочиняет свои пьесы и сам их играет. Как говорил Фрэнк Заппа, я не очень сильный гитарист, говорил Фрэнк Заппа про себя. Ну, это, кстати говоря, скажет любой профессиональный музыкант, абсолютно любой. И чем выше уровень музыканта, тем увереннее он это скажет, что я не очень сильный исполнитель. Потому что нет предела совершенства, и чем музыкант сильнее, тем он отчетливее видит те вершины, к которым он хочет подойти, которых он хочет достигнуть. Ну, я продолжу. Фрэнк Заппа сказал, что я не очень сильный инструменталист. Я хорошо играю только то, что написал сам. А то, что он писал сам при этом, не может сыграть никто другой. На самом деле может, сын его, в частности, играет, но все равно не так. Все равно это похоже, а не так, как играл Заппа. То же самое с Джошо Омом, который не играл, я повторюсь, быстрых вот этих пассажей невероятных, вот этих вот таких, а играл музыку ту, которая ему нужна в данный конкретный момент. Играл так, как никто. Джошо Ом. Группа КАЭС, которая организовалась стихийно практически. Стихийно, потому что участники группы были еще со школы знакомы. И как-то так возьмем да поиграем. Взяли да и поиграли. И поиграли они такую музыку, которой не было до сих пор. Что-то такое подобное делала группа Hawkwind в Англии. Ну, еще какие-то коллективы делали, но все равно это было не то. А КАЭС это был отчетливый шаг вперед. Тем более, что волна музыки под названием Гранж пошла уже вовсю в начале 90-х. Но Джошо Ом и компания Джон Гарси, Джошо Ом и Катник Оливери и Бранд Бьорк, они не стали играть Гранж. Они сыграли музыку, которая круче Гранжа, шире Гранжа и мощнее. Хотя я очень люблю Гранж, и мне казалось всегда, что Гранж это конечная точка рок-музыки. Что она дошла до своего логического завершения. И другое дело, что это завершение может продолжаться еще долго, и оно продолжается, развивается, и все. Но это такой пик. Такой пик рок-музыки. Но Джошо Ом и проверк, это мое мнение. Потому что то, что заиграла группа КАЭС, это просто невероятное. И самое место им было, конечно, в дикой пустыне. Многие, наверное, знают, те, кто любит группу КАЭС, группу Queen's of the Stone Age, которая, на мой взгляд, еще интереснее в разы, чем КАЭС. Тем не менее, КАЭС я тоже люблю. Группа выезжала в пустыню, брала с собой бензиновые генераторы, врубала их, и играла свою музыку в пустыне, под палящим солнцем, под песчаными бурями. Разбегались зверьки, всякие суслики, змеи уползали в стороны, потому что такой невероятной громкой музыки пустыни в Калифорнии еще не слышали. Ну, другое дело, что собирался народ, конечно, с пивом. Человек пять приходило слушать группу КАЭС в пустыне. Потом человек пятнадцать приходило, потом человек тридцать. И так медленно-медленно-медленно аудитория увеличивалась. Но и для пятнадцати, и для трех даже человек группа все равно в пустыне играла, подключившись к генераторам. Джошуа Оуом включал свою гитару в басовый комбик. Не бас, заметьте, а шестиструнную гитару. Опускал стройно полтора тона. И вот этот звук, медленный, давящий, громкий, с адскими барабанами, совершенно которым позавидовал бы любой барабанщик, записывающийся в студии и желающий сыграть что-то похожее на звуки, издаваемые некогда Джоном Бономом. Но здесь, конечно, Бранд Бьерк перегрохотал всех, кого можно. Первой пластинки КАЭС у меня нет. К сожалению, у меня есть только остальные три, которые я слушаю с неувидающим наслаждением. Потому что это та музыка, которая потом стала называться Стоунер, что не совсем справедливо. Ну, не совсем справедливо. Стоунер – это такое общее слово, сленговое слово, которое означает полную удолбанность после выкуривания пары косяков марихуаны. Ну, связи мало на самом деле. Может быть, только внешняя такая связь, потому что и Роллинг Стоунс еще пели про Стоунет. Я стал Стоунет. То есть я чумил, я одурел, я развел руками и нахожусь в полной прострации. Ну, примерно так. Ну, что касается вот этого альбома, который называется, как я уже сказал, «Blues for the Red Sun», очень рекомендую всем тем, кто любит Шопена, Моцарта, Пола Маккартни. И не к столу будет помянута группа «Электрик Лайт Окистер». Начало очень хорошее. Пьеса под названием «Тамп» сразу задает настроение, сразу бас, сразу опущенный гитарный строй на полтора тона, я замечу. Или на два даже тона, я не помню, в какой. Надо проверить, надо послушать, поиграть. В общем, очень низко. Очень низко. Пониже, чем «Black Sabbath». Соло из четырех-пяти нот Джошуа Ома и ревущий вокал Гарсии. Медленно, медленно, но быстро, как водится в Стоунер. То есть, не так медленно, чтобы танцевать медленный танец под «Пинк Флойд» и лишать невинности свою партнершу под «Вишевая хея». А так медленно, как мужчины в пустыне пьют пиво и неспешно ведут беседу между собой. Но мужчины мускулистые, крутые, бородатые и иногда пританцовывают. Быстрые танцы под медленную музыку. «Грин Машин» – очень быстрая песня, моторная, разрекламированная. Кстати говоря, чуть ли там не синглом даже вышла. Насчет сингла не знаю, но по радио ее крутили. Вот я читал, да, в Америке. Что странно, она не характерна, на мой взгляд, для группы «Кайс», потому что она быстрый-быстрый, такой металлический рок. Наверное, поэтому ее и крутили, потому что она в общую картину укладывалась. Металлической музыки. Ну, похоже, да, похоже на все сразу. Но при этом голос, конечно, Гарсии и гитара Ома, они, конечно, дают свой шарм. Но этот самый «Грин Машин» меня никогда не вдохновлял. «Molten Universe» – странное полуинструментальное произведение с чуть-чуть какими-то голосовыми штучками. А вот песня «Fifty Million Year Trip» – «Downside Up», которая длится почти 6 минут. Вот она, да. Вот она, да. Это такое почти монументальное полотно, где «Кайс» уже проявили себя в полной мере. Тяжелый риф, на рифе все это бесит. Низко звучащие гитары, ревущий бас, вламывающие барабаны. Но все это со вкусом, все это в меру, все это так, чтобы дошло до, не то чтобы до мозга, а до подсознания. И чтобы подсознание изменилось в правильную сторону. То есть то, чего добивали всегда музыканты «Хоквинд», но здесь никаких вот этих самых «Хоквиндовских» штучек, вот этих всех синтезаторов, этих всех космических ревербераторов, ничего такого. Все жестко по-мужски. И это во мне зизитоп, конечно, который тоже что-то вот такое пытался, пытается вот такое что-то такое техасское фигачить. Ну, это дети по сравнению с группой КАЭС. Просто дети. «Тонг Сонг», следующий номер, «Разруганный критиками», песня, которую написал сольно Джошуа Ом, «Разруганная критиками», на мой взгляд, одна из лучших на альбоме. Начинается с гитарки Ома, необработанной просто. И потом дикий вруб, ревущий вокал, тяжеляк такой, которому «Блэк Саббат» просто даже не позавидует, потому что понятно, что никогда в жизни такого не сыграют. Ну, никогда. Ну, не могут, не умеют. У них по-другому мозг устроен. И вот эта самая «Тонг Сонг», и она хитовая, как ни странно. Она прямо вот такая ложится сразу на ухо и вперед. Обругали ее критики, сказали, что дурацкий текст, дурацкий текст. А текст тут не важен, тут музыка сама за себя говорит. Музыка сама является текстом. Следующий номер не вызывает у меня никакого восторга, хотя и все это в духе КАЭС, который сам по себе вызывает восторг, но по сравнению с другими песнями, она такая, ну, как бы обычная. Зато вторая сторона космическая абсолютно. И вообще, в принципе, для тех, кто не знает группу КАЭС никогда, я бы рекомендовал начинать прослушивание с песней «Мондо Генератор». Предпоследний, практически последний на второй стороне, потому что там еще есть «Е» – трехсекундное полотно. Вот такое. Но вот «Мондо Генератор», который начинается сразу со всего. То есть, начинается чуть-чуть из микроскопической тишины, из микроскопической въезд такой из тишины, и сразу все вместе. КАЭС в лучшем виде. Весь этот дикий звук, прилетевший к нам из пустыни, голос Гарсии заобработан так, так закручен, как будто это ревет существо, это не человек, это существо из другого мира, которое вылезло из-под песка в пустыню, увидело солнце, испугалось, потому что оно всю жизнь прожило вот там, во тьме, под землей. Испугалось этого яркого солнца и завопило на всю пустыню так, что все звери, птицы и люди разбежались, города рухнули, и Калифорния погрузилась во мрак. Примерно так звучит начало песни «Мондо Генератор». После чего идет, как всегда, тяжелый риф с монологом Гарсии в виде пения, в виде рева, хорошего и мелодичного. И продолжается все это соло Джошуа Омом, который гитарой имитирует тот самый крик неземного, подземного существа, который мы слышали вначале. Так зарифмовано сначала голос этого существа, а потом мысли этого существа в виде гитарной игры Ома. Очень интересно, очень хорошо. Ну, а начинается, когда Катерпиллер марш, первый номер, все за себя говорит, марш. Тяжелый марш по песку. И Freedom Run, больше чем 7,5 минут идет песня, практически арт-рок. Ну, это вообще арт-рок, прог-рок, это все тьфу по сравнению с песнями группы КАЭС, которые по 7, по 8 минут. И они показывают, что вот эти все, вот эти все ля-ля-ля, это все детский сад. Детский сад, потому что вот послушать Freedom Run, и все станет на свои места. Вот, как мужчины должны играть подземную и одновременно космическую музыку. Это страшно, но так привлекательно. Так привлекательно, просто не оторваться. Все остальное здесь тоже хорошо, за исключением... А, вот Эллен Рэнч, очень хороший номер, двухминутный, перед Мондо-генератор, напоминающий отдаленно какую-то смесь гранжа с панк-роком, но все равно неплохо, все равно неплохо. Да-да-да, после Freedom Run песня под названием 800, коротенькая, соло на ударных. Очень хорошее соло на ударных, рекомендую всем барабанщикам его послушать в плане звука именно. В общем, полный кайф. КАЭС. Про две остальных пластинки я поговорю потом отдельно. А сейчас пошел пить. Пока.